Сегодня мы разберем 388 главу манги Геройской Академии, которая вышла ну прям очень трогательная. Неужели исход битвы Энджи и его старшего сына будет действительно таким трагичным? Я теперь даже не знаю на что надеяться, ибо как я понял, хэппи-энда не будет. Ну а также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу, манху, маньхуа вы сможете на remango.org. Здарова ребятки и немешники, у микрофона Зик, а вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, на связи 388 глава манги моей Геройской Академии, переводил я ее сам, и так как я не профессионал, а любитель, могут быть ошибки. Прочесть ее сможете по ссылке в описании, так что я надеюсь на вашу поддержку за такой скорый выпуск глав. Повествование начинается с небольшой предыстории обстановки в убежище и о том, как именно Рей смогла так быстро добраться на поле битвы Старателя и Даби. А собственно в убежище, благодаря Кенде, были свачены несколько предателей, которые нарушили движение юэйских бункеров. Перезапуск системы был уже бессмысленным, поскольку это занял бы некоторое время, которого и так было слишком мало. Ибо вот уже совсем скоро, все под землей могло разрушиться из-за предстоящего взрыва Даби, поэтому людей как можно скорее эвакуировали на поверхность, откуда их уже заберут юэйские роботы, следуя определенным инструкциям. Но помимо этого, людей также просили не задерживаться и не смотреть на тот всепоглощающий жар, исходящий от поля битвы. Ну и как вы поняли, Рей была одна из тех, кто посмотрел. Ведь там были те, кто ей не безразличны, какой-никакой муж и первый сын Тоя, которого все считали давно умершим. Смотря на этот, по сути, ад на земле, Рей наверняка охватило огромное количество эмоций, в особенности ощущения вины. Ведь как бы там ни было, хоть старатель и возложил весь долг ответственности на себя, но как член семьи Тодороки, она тоже жалела о том, что многого тогда не сделала. Что в теории могло бы вовсе изменить большую часть того, что сейчас происходит. А так как она не смогла смириться со своей бездеятельностью, Рей, использовав робота, направилась в самый центр событий, попросив Нацу присмотреть за своей сестрой. Собственно, так она в предыдущей главе и оказалась в гуще событий, пытаясь хоть как-то достучаться к сознанию Тои, невзирая на все увечья, что получала, находясь среди всего этого жара. И кто бы что ни говорил, но здесь даже того робота было очень жалко, ведь этот добряк сгорел без следа, до самого конца держа палец вверх, стараясь во что бы то ни стало выполнить просьбу человека. А сам же Энджи вовсе не ожидал увидеть здесь Рей, поскольку это совершенно не то место, где она должна была находиться. Но ее внимание сейчас было целиком и полностью сосредоточено на Тое. Рей хотела своим льдом попытаться остудить его, одновременно с этим покрывая свое тело ледяным покровом, чтобы суметь подобраться как можно ближе. Однако это все вовсе не нравилось старателю, ибо такими темпами его жена могла попросту сгореть заживо, да так, что от нее останется только пепел. Поэтому он умолял ее убираться отсюда и как можно скорее. Но та не слушала его, ведь по сути все они сейчас были в одинаковых условиях. И независимо от того, что ее ждет дальше, Анна хотела все же достучаться к Тое, который кажется вовсе обезумел, бормоча что-то себе под нос. А от вида его крайне тяжелого состояния, Рей все больше одолевала чувство вины. Она умоляла, просила Тое простить ее, а тот, вы не поверите, что он сказал, да бесквозь боль, слогами произнес имя Нацу и Фуми. И это не проблеск и возвращение его сознания, как вам может показаться на первый взгляд, нет. Ведь несмотря на все тягости, что терзали Рей, за ней и вправду следом прибыли еще и младшие дети, которые, так же как она поступила с Энджи, не стали слушать свою мать, отказавшись убегать. Не знаю, что они тут собрались делать, но у каждого из них были свои причины присутствовать в этом месте. Каждый чувствовал вину в этой ситуации. Фуми не хотела, чтобы Тое погибал, говоря, чтобы тот больше никогда не покидал ее. Нацу же осознавал свою вину в том, как он небрежно относился к своему старшему брату и просил Тое больше не создавать проблем. Ну а самое печальное, это то, что вся эта обстановка еще больше давила на старателя. Старик и так возложил на себя всю ответственность и уже смирился с тем, что своей жертвой он спасет остальных, покинув этот мир вместе со своим старшим сыном, чтобы больше никогда его не оставлять одного. Так теперь, помимо жены, тут еще и остальные дети. И он же рад был бы подняться еще выше, чтобы уберечь тех, кто пришел. Вот только он чувствовал, что тело Тое вот-вот достигнет своего предела и создаст чрезвычайно мощный взрыв. Так что он понимал, что ему попросту не хватит для этого времени. И старатель просто умолял Тое не забирать хотя бы остальных. Но что-то мне подсказывает, что Даби уже все. Остановиться или услышать ему уже не в силах. И скорее всего, он уже дошел до предела и, возможно, взорвался. Ведь далее, на белом фоне, мы можем наблюдать как будто предсмертное желание семейства Тодороги. Где Тое выжил и вся семья снова воссоединится. Но черт возьми, этот фрейм в буквальном смысле выглядит как околопредсмертное переживание остатка жизни. И я не знаю, как это теперь развидеть. А по иронии судьбы, сюда еще и направился Шота. И хрен пойми, сможет ли он что-нибудь сделать или нет. И вероятнее всего, он как раз и появится в следующей главе. Вот только если он и сможет кого спасти, так это наверняка только нацу и фуми. Ибо отец и мать сейчас, можно сказать, были в самом эпицентре вероятного взрыва. Как вариант, благодаря способности Ииды, он сможет на огромной скорости залететь в эпицентр и самолично оттащить Даби как можно дальше вверх. Но это приведет к его гибели. Это возможно, но маловероятно. И мне больше кажется, что случится именно первый вариант событий. Но посмотрим, что же нам покажет Харикоши в следующей главе. А пока вы можете не сдерживать свои эмоции и писать в комментариях свои предположения на этот счет. Как поступит тогда Рокишота? Сможет ли он спасти всех? Пожертвует ли он собой? Или же случится что-то невероятное, отчего у нас будет просто отвал башки? Что ж, с нетерпением будем ждать следующую главу. А также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только, вы сможете на remango.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось. И несколько комментариев попадут в следующий ролик. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью. А также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходят уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok